Субтитры сделал DimaTorzok Кто засел в сердце каждого русского геймера, а именно Герой России, G12. Это был настоящий русский герой. Он защищал пусть и в виртуальном мире матушку Россию и завоевал наши сердца. Помните, как все мы за него волновались, смотря стримы или летсплеи по игре? Как мы хотели, чтобы он победил? Но, к величайшему сожалению, герой был запытан до смерти проклятыми урзыкстанскими террористами. И все мы обязаны почтить его память. Но наверняка у вас, как и у меня, назрел вопрос, кто же он такой? Ну что ж, позвольте я вам расскажу, кем был этот герой. По тем крупицам информации, что была доступна в игре. Во-первых, позывной, G12. Что он означает? Мало кто знает, но во времена Великой Отечественной войны, наши деды использовали очень интересный шифр для скрытия посланий. Позвольте я вам его продемонстрирую. Константин, Евгений, Николай, Татьяна, Евгений, Константин. Вы спросите, ну и что тут такого? А вы присмотритесь. Да, в этих именах любой бы шпион, который бы их записывал, читал бы только первые буквы в словах. И мне кажется, что тут все то же самое, только наоборот. Скорее всего, нашего Халка звали Женя. Я знаю, что вы возразите и скажете, что правильнее было бы Евгений. И тогда получается, что его позывной должен быть Е12. Но тут я могу все объяснить. Много ли у вас друзей с именем Евгений? И при разговоре вы называете его как? Евгений или Женя? Скорее всего, командир записал его имя так, как его звали сослуживцы. Женя. Жека равно Ж12. Ну что же означает число 12? Ну тут все довольно просто. Скорее всего, в записях Ротного он был 12-м в списке и стоял 12-м на вечерней поверке. Отсюда и число. Тут командир решил и вовсе не запариваться с числом. Тебя как зовут? Сергей. Будешь С10. Тебя как зовут? Влад. Будешь В11. А тебя как звать, боец? Женя. Будешь Ж12. Ну вы поняли. Но все это, конечно же, лишь предположения. Ваши варианты тоже приемлемы. Возможно, он задушил голыми руками 12 урзыкстанских террористов-карликов. Кто знает. Блин, господи, я только сейчас понял, что Ж это название его группы. Господи, Иисусе. То есть все, о чем я до этого говорил, было абсолютно бессмысленно. О, господи. Блин, чуваки, ну я так старался, а? Ну пусть уж его будут звать Женя. К тому же у него очень доброе лицо. А доброму человеку с добрым сердцем доброе имя. Ну так вот, идем дальше. Конечно, наш герой выглядит очень внушительно. Это просто мегагигант какой-то, который носит тельняшку, что говорит о том, что он служит в воздушно-десантных войсках России. И судя по внешнему виду, весит он примерно килограмм 110, не меньше. Но как мы видим, он не может справиться с каким-то урзыкстанским дрыщом. Ну ладно, я не буду делать поспешных выводов. Скорее всего, Женя просто недооценил своего врага, а у того и всплеск адреналина, сами понимаете. Но потом, в дальнейшем, он не смог справиться с двумя карликами-террористами. Они легко его заламывали, держали руки и так далее. И тут я уже, к сожалению, никак не могу его оправдать. Скорее всего, наш герой, Женя-12, синтоловый качок. Я понимаю, что вы чувствуете. Я понимаю, что вы сейчас напишите. Мол, что вы в нем разочарованы и так далее. Однако не стоит. То, что он вкачивал синтол в свои мышцы, ни разу не задевает его героизма. На поле боя все мы равны. Вы должны это понимать. Далее, давайте посмотрим на татуировки на его руках. В первую очередь, разумеется, в глаза бросается летучая мышь. И корона над ней. Летучая мышь, скорее всего, говорит о его принадлежности к разведке ВДВ. Но вот что означает корона, я не знаю. Да, если честно, текстуры очень мутные. И рассмотреть в этой муте что-то очень сложно. Скорее всего, корона это отсылка к его, возможно, воровскому прошлому на зоне. Я не знаю, что там означает корона, но я нашел среди всех татуировок только одну корону. Скорее всего, разработчики просто неправильно ее нарисовали. К сожалению, я не знаю, что она означает. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Увы, но дальше мне уже не удалось найти хоть немного крупиц информации о нашем герое. Но мы все с вами обязаны почтить его память, так как почитаем лорда Тачанкина и Вову Виста. Ж-12 стал единственным персонажем для нас в этой ужасной игре, которому мы с вами сопереживали. Спи спокойно, Ж-12. Мы тебя не забудем. Троекратная пресс-ф в комментариях. В честь героя России. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да.